Я напишу все руки, потому что я шейно побачила, я клубить ракета, и я почувствую все. Мы с украинцами один народ. Мы желаем одного, чтобы Украина была независимой. Методично перемалываем атакующего противника. Генерал-эрмия Сурович. Отзываются о нем очень хорошо. Продолжается нанесение удара высокоточным оружием, военным объектом и объектной инфраструктурой. Прозвище Суровый. В этих условиях нашей первичной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Кадыров только что заявил, что теперь доволен проведением спецоперации. Не исключаю принятие самых непростых решений. Пейте по центрам принятия решений. Пейте по центрам принятия решений. Ведут вместе тайный бизнес. Их общей фирме, неизвестно на каких условиях, достались сотни тысяч гектаров леса в Свердловской области. Где они организовали лесопилку. И там же они собрали строить фанерный заводик. Но загвоздка в том, что дочка губернатора тогда только что вот закончила институт. А речь шла о сотнях миллионов рублей инвестиций. Ну да и генеральская жена в бизнесе замечена раньше не была. А на предприятия их, между прочим, просто сыпались всяческие льготы и господдержка. Пусть и виртуально, но в запуске нового производства в маленьком уральском поселке Восточный принимает участие лично первый вице-премьер России Виктор Зубков. В городе скандал. Да, это сейчас достаточно смешно звучит, но тогда все местные СМИ об этом писали. Тему подхватывают федеральные газеты. Своё расследование делают в ведомости. О деле пишет московский комсомолец и газета «Коммерсант». Суды, разборки, генеральская жена организует беспрецедентную пиар-кампанию против депутата. Дальше – угроза убийством. Депутату приходится полгода ходить с охраной. Вот такой грандиозный скандал. И всё это по поводу лесопилки. Тем городским депутатом, который сделал то расследование, был наш нынешний коллега, прекрасно вам знакомый, Леонид Волков. А гламурной генеральской женой была Анна Борисовна Суровикина. Жена генерала Сергея Суровикина, которого Путин недавно назначил командовать войной в Украине. Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. Но есть свои особенности. Тот самый, про жестокость которого ходят легенды. Это является для нас приоритетом. И который фигурирует в СМИ не иначе, как генерал Армагеддон. Или сирийский мясник. Или мясник из Алеппо. Военной операцией в Сирии тоже командовал он. Не исключая принятия самых непростых решений. Жена Суровикина стала центральной фигурой этого скандала с лесопилкой. Она прямо взяла на себя удар, чтобы, видимо, прикрыть губернатора его дочь. В Екатеринбург приехало несколько известных черных пиарщиков. И они развернули беспрецедентную кампанию. Заказные новостные заметки. Хвалебные интервью с ней. Какие-то сайты специально сделанные. Проплаченные блогеры. Берутся опилки, попадают, соответственно, отходы в топку. Даже лед. Они могут быть частично заморожены. Вот это действительно поражает воображение. То есть... Ну ладно, СМИ и блогеры. Волков, например, ходил на допрос в полицию. Ну, дело-то надо расследовать и разбираться, было преступление или не было. И что вместо этого происходит? Волкова на допросе снимают скрытой камерой. И потом всю запись выкладывают в интернет. И суд был. Фирма Аргус СФК, это и есть лесопилка. И лично жена Суровикина судили с Леонидом. Она требовала опровержений. Волков оплатил Суровикиной моральный ущерб. 5 тысяч рублей. А потом были угрозы. Через общих знакомых Волкову передавали, что Суровикин его собирается убить. Потому что тот обидел его жену. Полгода Волков проходил с охраной. Если изучить биографию мясника Армагеддона или как там его еще называют, то понятно, что Волков опасался небезосновательно. Необоснованная, тупая жестокость. Слепое следование приказам. Отсутствие какого-либо понимания ценности человеческой жизни, морали, закона или чести. Суровикин – военный преступник, который в первые сутки своего командования войной в Украине демонстративно уничтожал мирные города. Бомбил центральные улицы, скверы и парки. Первое упоминание Суровикина в СМИ. 1991 год. Ему тогда 25 лет, и он командует мотострелковым батальоном. Во время путча его колонна БМП сталкивается с баррикадами протестующих в тоннеле под Новым Арбатом. Колонна начинает прорывать баррикады. Трое мирных москвичей застрелены или раздавлены машинами. Суровикин в СИЗО отсидел 7 месяцев, но потом его выпустили. Действовали строго в соответствии с положением международного права. Чечня. 2004 год. Там Суровикин командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией и публично сетовал, что нужно убивать побольше людей. За каждого погибшего солдата мы уничтожим трех бояков как минимум. В начале 2000-х в кабинете Суровикина застрелился полковник, его заместитель, сразу после разговора с ним на повышенных тонах. Тогда же другой подчиненный обвинил его в избиении по политическим мотивам. Но и уже сильно позже в Сирии, под командованием Суровикина, к тому моменту уже главнокомандующего всеми воздушно-космическими силами, российская армия без разбора бомбила гражданские объекты. Больницы, школы, рынки, жилые кварталы. Только в одном из эпизодов, в Адлибе, международные организации обвиняют Суровикина в смерти полутора тысяч гражданских лиц от неизбирательных бомбардировок. Сегодня мы чествуем вас как настоящих воинов России. Вы достойны, она отлично выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле. Но вернемся к Екатеринбургской истории со злосчастной лесопилкой. Там все закончилось так же стремительно, как и началось. К концу 2011 года генерала Суровикина перевели из Екатеринбурга в Москву. Генерал-лейтенант Суровикин зарекомендовал себя грамотным начальником, имеющим широкое оперативное мышление, способный четко определять и добиваться эффективного решения многоплановых задач, стоящих перед войсками. Губернатор Мишарин попал в страшную автомобильную аварию и уже больше не вернулся. Ну а депутата Волкова больше никогда не допускали до выборов. Вскоре он уже работал главой штаба у Навального на выборах мэра Москвы. В общем, все герои с места действия разъехались, а лесопилка осталась. Сделает ли лесопилка или фанерный завод вас миллиардерам? Вряд ли. Бизнес Суровикиной, тот самый Аргус СФК существует до сих пор. Там уже сменились собственники, прошло 10 лет, поменялась структура, но работать они продолжают. Они точно также арендуют те 270 тысяч гектаров на севере Свердловской области. Еще тысячи гектаров им принадлежит. Ну там здания всякие, лейпы, постройки в поселке Восточный. Это 400 километров от Екатеринбурга. Но прибыльным назвать Суровикинский Аргус нельзя. В 2020 году они продали пиломатериалов всего на 82 миллиона рублей. Много лет подряд, вплоть до прошлого года фирма вообще была убыточной. Но это не так важно. На самом деле весь смысл здесь не в лесопилке. Что тогда в 2011 году? Что сейчас? Абсолютно понятно. Аргус – это не про древесину, кругляк или пиломатериалы. Лесопереработка – это ширма для чего-то другого, чем наши герои занимаются. Удобная инфраструктура, юридическая и финансовая, чтобы спрятать что-то, скрыть, переоформить. А если какие-то вопросы возникнут, то, ну извините, у нас тут бизнес, мы заработали все честно. Посмотрите на наш фанерный заводик. С запуском новой линии предприятие вышло на полный цикл производства. Здесь уже два года действует своя лесопилка. Главный вопрос – это что именно они пытаются скрыть? И сегодня мы с вами это узнаем. Мы изучили банковские выписки фирмы генеральской жены Суровикиной. Тысячи проводок за последние несколько лет. И мы обнаружили, что отнюдь не на продаже древесина зарабатывает деньги наш генерал Армагеддон. А на войне. Где он командует? Это Сирия. С 2011 года здесь идет гражданская война, превратившаяся в полномасштабный непрекращающийся международный конфликт. В 2015 году президент Сирии Башар Асад попросил у Путина помощи. Формально для борьбы с ИГИЛ. Но в первую очередь для спасения режима самого Асада. Одного из последних открытых союзников Путина. Большое спасибо. Россия отправила туда несколько тысяч военных и огромное количество техники. Неофициально там присутствовали и наемники из ЧВК «Вагнер». С начала 2017 года группировкой российских войск здесь командовал генерал Суровикин. Вот он встречает Путина на базе Хмеймин. Товарищи Верховные Голокомандующие вооруженными силами Российской Федерации. Группировка войск сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики построена. Командующей группировкой генерал полковник Суровикин. Декабрь 2017 года. Путин и Шойгу внимательно слушают доклад не слишком красноречивого генерала о бесконечных победах, освобожденных городах и вылетах российских самолетов. И данная операция завершила спор полным разгромом. У нас нет никаких сомнений, что Путин действительно был очень доволен успехами Суровикина в Сирии. Он даже лично вручил ему звезду Героя России. И дело здесь не в геополитических победах и не в том, что удалось сохранить режим Асада. Участие в сирийской кампании – это в первую очередь огромная, шикарная возможность зарабатывать Путину и его друзьям. Одним из главных бенефицаров присутствия российских войск в Сирии является Геннадий Тимченко. Самый близкий друг Путина, его спонсор, который оплатил строительство дворца в Геленджике и дачу в Биорице для дочки Путина, и много всего другого. Тимченко начал безумными темпами захватывать все, на чем в Сирии можно заработать. Он получил контракты на строительство насосной станции для орошения сельхозземель. Он построил здесь заводы по переработке газа, газопровода и так далее. А в начале 2017 года Башар Асад ратифицировал контракт. Дал право стройтрансгазу Тимченко добывать и экспортировать фосфаты с двух сирийских месторождений недалеко от Пальмиры. Сделка была заключена с условием. 70% прибыли получает дочка стройтрансгаза . А остальные 30% получает сирийское правительство. Но только вот есть одна проблема. На момент подписания этого договора местность, где находятся рудники, все еще в основном была захвачена ИГИЛом, и сирийские власти ее не контролировали. И под чутким руководством Суровикина уже к июню 2017 года рудники освобождают. Компания Тимченко немедленно начинает там восстановительные работы и подготавливается к добыче сырья. Теперь внимательно слушаем доклад Суровикина Путина. Освобождено 78 нефтегазовых полей и два месторождения фосфатных кругов. Фосфатных кругов. Давайте разбираться дальше. Вот там находится Пальмира, и там же месторождение, которое разрабатывает ТСТГ-логистика. Эш, Шаркия и Кнефис. Добытые здесь фосфаты везут на грузовиках или поездах. Либо на завод по производству удобрений здесь, недалеко от Хомса. Это тоже актив Стройтрансгаза. Либо в порт Тартус. В порту Тартус еще в советские годы размещался пункт материально-технического обеспечения. Сейчас тут российская военная база с российскими военными и кораблями. Но эксплуатирует этот порт опять же Стройтрансгаз Тимченко. Здесь даже построили новый причал для погрузки фосфатов. Отсюда же на специальных кораблях, которые отключают маячки, но очевидно, чтобы их невозможно было отследить, грузы уплывают в сторону Кипра или в Турцию, где уже маячок включается обратно, и товар, очевидно, каким-то образом переоформляют, как будто он не из Сирии, и дальше фосфаты отправляются в Европу, обходя тем самым санкции, введенные и против сирийского режима Асада, и против самого Геннадия Тимченко. Подробнее про эту схему вы можете почитать в большом расследовании журналистского консорциума OCCRP. Материал вышел этим летом. Любая часть этой логистической цепочки предельно уязвима. Конфликты и столкновения в Сирии продолжаются. Обстановка военная, на каждом звене требуется огромное количество охраны, постоянное вооруженное сопровождение. Этим занимаются сирийская армия, сирийские ЧВК, ЧВК «Вагнер» и, очевидно, российская армия, контролирующая порт и неразрывность ЧВК «Вагнера» связанная. Такая комбинация и такие меры жизненно необходимы бизнесу Тимченко, иначе его СТГ-логистика работать и зарабатывать деньги не сможет. Фосфаты просто не довезут до порта, ну или не выпустят оттуда. Занимается ли фирма СТГ-логистика чем-то еще, кроме добычи сирийских фосфатов? Да, ну вот еще, например, у них есть завод по производству удобрений в Хомсе. Мы его уже упоминали. Еще можно в новостях прочитать, что СТГ-логистика строит пятизвездочный люксовый отель. Правда, тоже в Сирии. Поэтому мы крайне удивлены тому, что эта сирийская, по сути, фирма зачем-то платит огромные деньги нашей знакомой сверловской лесопилке «Аргус». Где Сирия, а где поселок Восточный, что объединяет вообще торговцев фосфатами и уральскую деревопереработку? Ничего, кроме Суровикина. В Сирии Суровикин и на лесопилке Аргуса Суровикин. В 2020 и 2021 годах в течение полугода СТГ-логистика выдавала займы Суровикинской лесопилке. Всего 104 миллиона рублей. Деньги сирийским торговцам с фосфатами, конечно же, не вернули. По процентам платежей мы не видим. Чтобы вы понимали масштаб, за весь тот год Аргус продал леса на 82 миллиона рублей. Все, больше ничего они не заработали. А вот еще 104 миллиона им просто капает на счет в виде займа. Там еще в банковских проводках Аргуса есть куча необъяснимых платежей. Вот почему какая-то уральская фирма заплатила 700 тысяч, я понимаю. Эта фирма занимается лесоводством, они заплатили за древесину. А зачем жена топ-менеджера строя Трансгаза выдает Аргусу кредит 25 миллионов? Хоть убейте, не понимаю. Это больше всего, дорогие друзья, похоже на взятки. Но не в чемодане же генералу деньги нести. Зачем рисковать? Специально для такого и придумали Аргус. Как мы и говорили в самом начале, специальную ширму, за которой можно проворачивать вот такие дела. Ты, командующий группировкой, разбомбил там что-то? Месторождение очистил в Сирии? Доступ к рудникам обеспечен? Охрана армии предоставлена? Отлично! На тебе, Суровикин. Чаевые. Сережа Суровикин, комдив 42-й. В Чечне, а не в Барвихе, идет смертельный бой. Немного и немало и ран и орденов, погоны генералам взамен. Хорошая песня с душой. В Чечне, а не в Барвихе, идет смертельный бой. Песня, очевидно, была записана давно. Комдивом 42-й мотострелковой дивизии в Чечне Суровикин был в 2005 году. Там еще есть вот такая часть про сон. Как будто в Кремле собираются всякие сытые чинуши. А Суровикина, настоящего героя, не позвали. И снится сон порою, торжественный момент. В Кремле собрал героев российский президент. И вдруг сердит о свете сквозь зубы процедил. Где среди этих сытых из ханкалы комдив. Ну что же, время расставило все на свои места и достаточно причудливым образом. Вот вам и Суровикин в Кремле. Вот Суровикин в Барвихе в рублевском ресторане «Подмосковные вечера». Празднует Новый год 2022. А кто это вокруг него? Воины и ветераны Чечни? Нет. Самые проворовавшиеся, самые богатые и бессовестные путинские паразиты тут. Маргарита Симонян, Тигран Киосаян, Татьяна Навка, Михаил Бабич вот рядышком – это еще один кремлевский чиновник-жулик. Песков, естественно, тут как тут. Фокусник достает из коробки его часы. Знал бы парень, что держит в руках стоимость своей квартиры. В Чечне, а не в Барвихе, идет смертельный бой. И совсем не в Чечне, а в злосчастной Барвихе. Как в песне, только наоборот. В элитном поселке Парквиль в 2016 году купила дом, хорошо знакомая нам жена Сергея Суровикина, два участка общей площадью 3700 квадратных метров и этот очень приятный кирпичный дом 685 квадратных метров должны были обойтись миллионов в 200. Огромная сумма с учетом того, что за пять лет предшествующей покупки Суровикины официально заработали 36 миллионов рублей. Дом они купили очень приличный. На планах есть бассейн, тренажерный зал, гараж на две машины, 40-метровая хозяйская спальня и отдельная зона для прислуги. Комната прислуги с кроватями, кухня прислуги и туалет для прислуги. В прошлом году Суровикины этот дом продали. Наверное, показался недостаточно роскошным для семьи российского военного. А вот что они купили вместо этого дома, нам с вами знать теперь не положено. Все засекретили, стерли любые упоминания Суровикиных. Смотрите, вот одна из квартир была. Суровикина Анна Борисовна стала Российская Федерация. А сейчас этот объект вообще удален из Росреестра. Его не существует. И так по всей их недвижимости. 280-метровый таунхаус Анны Суровикиной был, а теперь не существует. Участок, парковочное место, 180-метровое помещение над Сокольным этажем жилого дома на Ленинском проспекте. Все удалено. Почистую. И декларации свои Суровикин теперь просто не публикует. Как теперь узнать, сколько Суровикин получил от продажи дома на Рублевке? Никак. Что он купил вместо него? Тоже не знаем. Сколько на самом деле зарабатывает его жена? Тайна. Ну и это пример для многих и для нас, кстати говоря, тоже. Но это еще не все. Вот такое мы реально видим в первый раз. У Анны Суровикиной есть свой салон красоты в Москве. Ну, точнее, швейцарский центр обмоложения. И еще недавно в реестре можно было увидеть. Вот Анна Суровикина. Вот ее 85%. А теперь берешь выписку из налоговой, и вместо имени там написано, доступ к сведениям ограничен. То есть это теперь тоже охраняемый государством секрет. Нет у нас с вами права знать, кто занимается омоложением и лазерной эпиляцией. Такая вот государственная тайна. Но даже несмотря на эту сверхсекретность, мы видим, что бизнес-амбиции у генеральской семьи никуда не делись. Как у всякого уважающего себя патриота, у Суровикина есть Мерседес и личный водитель. По оплате парковок Мерседеса в Москве мы вычислили суровикинского шофера. Его зовут Евгений Семенов. Место работы – военная часть номер 83466. Это автобаза Генштаба. А в ноябре прошлого года Семенов из «Водителя» переквалифицировался в бизнесмена. Знаете, какую сферу бизнеса он для себя выбрал? Деревопереработку. Этот парень из Рязанской области открыл фирму, которая называется «Натуральная древесина». И зарегистрирована она в Екатеринбурге. По одному адресу с Аргусом. В общем, у генерала Суровикина появились замашки и лоск настоящего путинского жулика с Рублевки. Теперь он бизнес регистрирует не только на родственников, но и на собственного водителя. Спасибо за внимание. Генерал Армагеддон – великий полководец, перед которым дрожит весь мир. Надежда и лицо российской армии. Ну, серьезно, вот такие что ли лица у российской армии? Я, ну, знаете, если честно, не вижу здесь никого, кроме бандитов и воров, которые просто зачем-то переоделись в военную форму. Когда вам, вашему мужу, сыну или отцу или брату придет повестка, она придет. Посмотрите на нее и увидите там лица проворовавшихся генералов, хапук и взяточников, которые велят вам явиться в военкомат не для того, чтобы защищать родину, а для того, чтобы защищать их рублевские дачи. Они в кремлевских залах будут в полном угаре обвешивать себя медалями и орденами. А вам? Вам брать кредиты на покупку сапог, термобелья и бронежилета для мобилизованных. А потом получать похоронки. Кому война, а кому мать родна. Суровикин прямо ходячее воплощение этой поговорки. Они зарабатывают на войне, понимаете? Мы вам показывали, не пойми откуда взявшиеся дачи, мы вам показывали дома и квартиры, дворцы и любовницы внебрачных детей. Сегодня мы вам показали прямо платежи, деньги, наличные, которые Суровикин заработал на войне в Сирии. Не на бизнесе каком-то в 90-х, как они любят рассказывать, а прямо на конкретной войне в конкретной Сирии. Он помог Путину и путинскому олигарху Тимченко и получил свою долю. Вы думаете, в Украине будет как-то по-другому? Ну, с какой стати? Это и есть путинская Россия. Это и есть вторая армия мира и ее лучшие кадры. Русский мир, ополчение, секретные химические лаборатории, боевые комары, борьба с нацистами, фашистами, а теперь с сатанистами в Украине. Этого всего не существует. Это слова, это фикция, втюханная вам и вашим близким долларовыми миллионерами из телевизора по заказу других точно таких же долларовых миллионеров просто в погонах. Не верьте пропаганде, не берите повестки, делайте все возможное, чтобы остановить эту войну, а вместе с ней и путинский режим как можно скорее. Свободу Алексею Навальному. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова